С незапамятных времен тема цветов занимает заметное место в мировой литературе. С особым трепетом к родной природе относятся русские писатели и поэты. Отечественных литераторов отличают русский свободный дух и восхищение необъятными российскими просторами. Предлагаю вашему вниманию обзор произведений русской и мировой классической литературы, посвященных цветам. Кузь сирени Александра Куприна рассказывает нам свою удивительную историю. Именно сирень принесла героям удачу. Вначале молодой супруг офицера Алмазов был угнетен своим неожиданным провалом перед профессором академии. Он не поступил туда и все из-за пятна на чертеже. Герои ищут выход из сложившейся ситуации и Верочка находит его. Кусты сирени, посаженные за городом, в нужном месте убеждают профессора Педанта в его картографической ошибке и помогают Алмазову поступить в академию. Именно кусты сирени приносят молодой паре радость и дальнейшие перспективы. Куприн заканчивал свой рассказ словами главной героини. Сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком. Антон Павлович Чехов в своем произведении «Вишневый сад» также поднимает тему цветов. Цветущие деревья в имении помещицы Раневской и ее брата Гаева хранят теплые воспоминания о юности хозяев. Но также они символизируют былую барскую жизнь. Ведь сад не приносил разорившейся семье доход, а рос просто для красоты. Какой от него толк, рассуждали представители Новой России, купец Лопахин и студент, сын аптекаря Трофимов. Чтобы сохранить имение, Лопахин предложил срубить деревья и сдать участки в аренду дачникам. Когда хозяева отказались, он купил имение на аукционе и воплотил идею. С уничтожением сада погибла старая дворянская Россия. Цветы сирени появляются и в роване Ивана Гончарова, обломов. Там сиреня лицетворяла начало романа между Ольгой и обломовым. На одной из прогулок девушка ждала от него признания в любви. Но герой так и не решился, и она с досадой бросила сорванную ветку сирени, которую несла в руках. Так обломов узнал, что Ольга к нему неравнодушна. При новой встрече девушка в знак любви протянула герою ветку сирени. А позже, когда они уже охладели друг к другу, Ольге нам пришла ассоциация с увядшей сиренью. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» мастер впервые встретил Маргариту, когда она шла в центре Москвы с букетом мимоз в руках. Уродливые и беспокойные цветы стали символом внезапно вспыхнувшей любви, запретной мистической и роковой. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они почему-то появляются в Москве первыми. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы. Нехороший знак. В описании цветов не отставали и советские писатели. Как не вспомнить детскую волшебную историю «Цветик-семицветик» Валентина Катаева, добрую, озорную сказку, воспитывавшую у многих поколений чувство сострадания и милосердия. В сказке Маршака «12 месяцев» слава мачеха послала по очереди в самый разгар лютых январских морозов, в дремучий лес за весенними цветами. Девочка случайно встретила у лесного костра братьев-месяцев, среди которых был и добрый молодец Март. Он и одарил сиротку своими любимыми цветами-подснежниками. В сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» мы знакомимся с аленьким цветочком красоты невиданной и неписанной. У честного купца двух занимается. Подходит он к тому цветку. Запах от цветка по всему саду. Ровно струя бежит. Затряслись и ноги, и руки у купца. И взговорил он голосом радостным. Вот аленький цветочек, которого нет, крашен на белом цвете. Цветок-труженик живет в сказке Были Платонова. Неизвестный цветок, который умеет чувствовать, говорить и мыслить. Он живет на голом камне, с трудом добывает себе питание. Но цена такой жизни – сам прекрасный цветок, равного которому нет в целом свете. Прочитав этот рассказ, вы поймете, что имел в виду автор, описывая жизнь неизвестного цветка. Только ценой огромной работы над собой можно взрасти себе чудесный цветок, человеческую душу. Также появляются у писателей мировой литературы. Например, Рэй Брэдбери в своем произведении «Вино из удванчиков» описывает детство Дугласа Споудинга, который проводит летние каникулы в городе. Двенадцатилетний Дуглас и его брат Том гуляют с друзьями, общаются с родственниками. И каждый год их дедушка с внуками заготавливает символ лета – вино из-за дуванчиков. Сами эти слова – точно летой на языке. Вино из-за дуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылке летом. В сказке Ханса Кристиана Андерсона «Снежная королева» розы выступили символом красоты и любви Кая и Герды. Дети вместе разводили их в садике. Когда в глаз Каю попал осколок заколдованного зеркала, его сердце почерствело, а розы стали ему противны. Мальчика похитила снежная королева. В поисках друга Герда попала в цветник колдуньи, которая захотела обманом оставить ее у себя, и наложила на нее чары забвения. Но они разрушились, когда девочка увидела розы и вспомнила о Кае. В конце сказки Герда растопила сердце друга, спев ему старый псалом «Розы цветут, красота, красота, скоро узрим мы младенца Христа». Субтитры создавал DimaTorzok